Понимание — это создание миров. А создание мира, оно в сущности ничем не отличается от состворения мира Богом. Но мы, конечно, не можем творить так, как Он творит в своей голове и в своем сердце. Мы хотим это делать. Из чего же мы создаем этот мир? Мы создаем этот мир из восприятий. У нас есть органы чувств — глаза, уши, обоняние, осязание. Объекты восприятия мира, которые у нас есть, выстраиваются нами в какое-то пространство, которое мы сделали сами, потому что наши глаза что-то в чем-то увидели, наши уши что-то услышали. Наш мозг ведет себя так, как он хочет. Ты можешь сказать человеку яблоко. Один человек увидит красное, другой — зеленое, третий — черное, пятна — надкусанное. Какое угодно яблоко. Даже если вы покажете человеку яблоко, пять человек увидят пять разных фруктов. Это к тому, что никакого объективного отражения мира, объективного, наверное, нет. Есть наука, которая пытается каким-то образом объяснить существование переживаний в твоей голове. Сама наука называется феноменология, то есть наука о переживаниях. Вот это вот переживание жизни в феноменологии называется ноэма. Но ноэма может возникнуть только тогда, когда она ограничена каким-то пространством элементов. Вот это ограничение пространства, из которых потом сложится картина, называется в феноменологии эпохе. Актеры в театре просят зрителей выключить мобильные телефоны. Почему? Потому что мобильный телефон, зазвонивший среди пьесы, это ворвавшееся в ограниченное рамками пространство звук, которого там не должно было быть. И все рассыпается. Состав этих элементов, с которых будет складываться жизнь — это ноэзис, то есть конечный набор элементов, который ты будешь использовать для того, чтобы мир вокруг зажил. Что если я скажу, что параллельные вселенные, альтернативная реальность действительно существуют? И я знаю, как туда попасть. Это слова человека, который там побывал. Действительно, эти меры существуют в книгах. Чтобы увидеть их, чтобы почувствовать, прожить другую жизнь, необходимо научиться правильно читать. Поможет феноменология. По сути своей, это наука о структурировании опыта. Того самого опыта, который мы получаем, проживая произведение, чувствуя тот самый мир, скрытый за текстом. Когда я читаю рассказы Брэдбери, это такая смесь воспоминаний моего детства, некого идеального мира, о котором я всегда мечтала. Брэдбери не просто рассматривает какие-то ситуации. Он пытается увидеть в своих героях нечто большее, чем просто человека. Он пытается увидеть этот внутренний мир. Я не говорю про психологизм, я не говорю про то, что он пытается понять, как работает мозг. Нет. Он просто смотрит на то, как люди переживают. И он свои переживания вкладывает в своих героев. Если говорить о рассказе Брэдбери, который я подготовила на сегодня, это рассказ «Хаос Дивайдед». С самых первых предложений Брэдбери создает атмосферу нереальности и нового мира. Мы не знакомимся с главными героями сразу. Сначала появляются только маленькие детали того большого мира, который содержится в этом рассказе. Брэдбери вводит тему рук. Он сравнивает пальцы девочки с мотыльком. «Fingers like a mold drawn to a flame» Красивая метафора, но пока она не имеет никакого значения для нас. В то же время она добавляет ощущение невесомости, практически несуществующего прикосновения. Действительно, все происходит как во сне. Но потом он возвращает нас в реальность. Мы знакомимся с главными героями. Мы узнаем, что 12-летний Крис и его брат, старший брат Лео, приехали к девочкам, к своим двоюродным сестрам Вивьен и Ширне. По достаточно грустному событию в их жизни их общий дядя попал в больницу. Он был подстрелен в животное охоте и надежды особо нет. И теперь лежит там и борется за жизнь. У Бритбери как бы два плана в рассказе. Есть дом, есть верхний и нижний этаж. На нижнем этаже собрались все взрослые, и они ожидают звонка из больницы. Есть верхний этаж. Это то, куда поднимаются дети. Дети как бы отделяются от взрослых и погружаются в свой собственный мир. Они собираются рассказывать ghost stories. Это очень важно, потому что, во-первых, это уже отсылка к другому, иному миру. К миру призрачному, нереальному. Но они сами похожи на призраков. Их никто не измечает. There could have been several phantoms passing for all the attention they got. И здесь мы видим, как стирается граница между реальностью и историями. Между действительным миром и миром выдумки. Поэтому та история, которую рассказывает Vivienne, та страшная история, которую дети слышали уже много раз, она как бы предвосхищает то, что будет происходить в реальности. Девочка говорит о страшном существе из другого мира. Ступенькой за ступенькой оно поднимается по лестнице. И дети как будто слышат действительно шаги. То, как поворачивается ручка двери. Vivienne создает напряжение в комнате. Все застыли, все слушают ее. И вот это существо подходит все ближе и ближе. Оно уже в комнате. Оно уже подходит к кровати. И тогда Vivienne кричит I got you. Здесь Брэдбэй говорит You had built a web of tension and horror so completely inside. Minute by minute, step by step, round and around, like a very dainty horrible spider weaving. Мы видим, что эта паутина напряжения, выстраивающаяся, пока Vivienne рассказывает историю, лопнула, как только она выкрикнула эти слова. Дети начинают смеяться. И это, казалось бы, немножко неадекватная реакция на страшную историю. Ведь надо было пугаться, может быть кричать, но никак не смеяться. Мердбэй объясняет You had to laugh to cover up your old fear. Здесь смех выступает как бы защитной реакцией. Он помогает детям справиться с их переживаниями. И тогда действительно происходит стирание этих границ между мирами. Раздаются реальные шаги. И дети застыли в напряжении. Они уже не понимают, продолжение ли это истории, или это реальность, которая вклинивается в их особый мир на верхнем этаже. Но это, на самом деле, поднимается тетя. И она, так же, как и это страшное существо из истории, не приносит ничего хорошего детям. Она заходит, чтобы отругать их за шум. Тогда Крис начинает рассказывать историю. Но если история Vivienne была знакома детям, они уже слышали ее много раз, то Крис решает рассказывать новую историю, ту, которую он придумал сам. Well, once upon a time there was a black castle in the woods. Но уже в этот момент Vivienne знает, что Крис не дорасскажет эту историю до конца. Подвигается к нему и начинает трогать его руку. Vivienne's fingers were like an impatient spider inside his palm. И снова метафора сравнения пальцев с каким-то животным или насекомым. Если изначально ее пальцы двигались как мотылек, как нечто аккуратное, осторожное, нерешительное, то теперь это уже паук. Что-то, что бежит, что-то, что более уверенно в себе. Она целует его. It was like kisses before bodies were invented. There is a sweet something about such kisses you never find again, after someone puts a body under your head. И здесь мы видим новую тему. Это тема тела. Неспреста в Предбери указывает возраст героев. Крису 12. Это именно тот возраст, когда человек начинает познавать свое собственное тело. Это переходное состояние между детством и юношеством. Крис как бы выстраивает замок своими словами. В то же время Вивьен выстраивает для него его тело своими движениями. Then, very slowly, with the architect's wonderful ability, she began to build his body for him. И тут мы доходим до отрывка, который невнимательного читателя, либо читателя, не обладающего достаточным опытом, достаточными знаниями, может привести в смущение. The Lord set ribs, and there were ribs. The Lord set stomach, and there was stomach. The Lord set legs, and there were legs. Это явное подражание Библии. Но вот почему она появляется здесь? Конечно, можно говорить о том, что это, в принципе, мотив творения, сотворения чего-то. Но на самом деле тут более глубокая связь. Ведь нужно вспомнить название рассказа, house divided. Это сокращенная цитата из Библии. House divided against itself cannot stand. И тут читатель должен понять. Ведь тело, которое Крис еще не получил, оно как бы связывается с его головой, с его разумом, с его мыслями и с его личностью. Физическое и внутреннее. Оно должно быть едино, оно должно быть цельно. Без этого человек не может существовать нормально. То есть как дом должен быть цельный, крепкий, так и человек должен иметь цельность внутри. Крис начинает чувствовать себя по-другому. Он начинает ощущать мир по-другому. И вновь возникает в голове та самая страшная история. Как существо из другого мира пыталось перебраться в наш, ступенька за ступенькой, так и вен пуговица за пуговицей позволяет Крису вступить в новый мир, в новую реальность для него. Но вот снова раздаются шаги на лестнице. В тот момент, когда Крис обрел свое тело, окончательно рухнул его замок, который он пытался выстроить. Что же это значит, что замок рухнул? Мы можем догадаться, но ведь это дядя в больнице. Наверное, его тело, раненое тело, уже не может больше жить. И действительно, эти шаги на лестнице приносят еще более страшный вес для них. И вот Крис начинает плакать. Но плачет он от радости. Радость для него состоит в том, что в то время как дядя уже прожил свою жизнь и должен был расстаться со своим телом, Крис его обрел. И действительно, это событие для него, этот день, насколько бы сильно он не был омрачен в потере дяди, он будет связан с другим. Он будет связан именно с обретением себя. Предмодель того, что ты хочешь создавать из ноэзиса, называется интенсиональность. Но для того, чтобы мир вокруг зажил, у тебя должно быть некое идеальное представление о том, что ты создаешь. Все повороты, все наклоны, все запахи, которые есть, все это складывается в цельную картинку. Интенсиональность – это сосредоточенность на объекте, сосредоточенность на том, что ты хочешь видеть. Она же иллюзорная, она же испаряется в одну секунду, в одно мгновение. И дальше начинается самое сложное. Потому что нужно попытаться эту ноэму построить каким-то образом, да еще построить так, чтобы она была живая. И как же это сделать-то? Самый простой ответ на этот вопрос – не пытаться объяснить это логически никак, не пытаться это никак структурировать, а сказать, что это все равно и так живет. А как проверить-то? А проверить – это очень просто. Есть так называемый тест Хеллингера. Передо мной сидит аудитория, и я им говорю. То, что я буду сейчас читать, было прочитано не мной, а кем-то из ваших родных и близких, которых больше нет в живых. И слова, которые я произношу из стихотворения, являются не словами этого стихотворения, а являются словами того человека, которого вы любили. И начинается тест Хеллингера. «When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, no shady cypress tree». И вот человек слышит это стихотворение Кристины Рассетти, ему становится грустно. Почему? Потому что он не строчки воспринимает, которые там есть, а он воспринимает реального живого человека из своей памяти. Его ощущение этого человека из памяти становится частью его ноэзиса. Оно становится частью того, что он строит в этот момент. И это переживание и есть наш объект. Вот это оживление переживания и есть то, как работают связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok